После преливных дождей центр города зачастую напоминает минное поле. Автомобилистам и прохожим стоит смотреть в оба. Вдруг земля уйдет из-под ног. Или из-под колес, если быть точнее. Ради справедливости стоит отметить, что провал асфальта на улице Грибоедова аварийная служба оцепила оперативно. Правда, рабочих вокруг мы не обнаружили. Яма находится всего в двух метрах от остановки общественного транспорта, что затрудняет движение троллейбусов и маршрутных такси. К счастью, на этом участке дороги никто из автомобилистов пока не пострадал. А это препятствие уже более внушительного размера находится на Вознесенской улице возле дома 15. Автолюбителям приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не растерять составляющие своего железного коня. Асфальтное покрытие сняли, а предупреждающие знаки, видимо, поставить забыли. Еще одна дорожная проблема образовалась неподалеку от Дворца молодежи, возле дома по адресу улица Татарская, дом 91. Открытый канализационный люк подрядчики не огородили. Место предупреждающего знака – целлофановый пакет. Часто неподалеку от учреждения культуры можно встретить детей и подростков на самокатах и велосипедах. При столкновении с таким препятствием невнимательному велосипедисту несколько переломов и сильные ушибы гарантированы. И это в лучшем случае. По словам местных жителей, люк находится в таком состоянии уже вторую неделю. Ну, вообще-то это очень опасно. И дети ходят, гуляют, и машины ездят, все это может провалиться, рухнуть, покалечить людей. У нас проблема была в связи с тем, что коммуникации не подведены к дому должным образом. В связи вот с этими работами, видимо, тут все это и произошло. То есть открыли люк и так его оставили? Ну, видимо, да. Так же, как и вот эту яму засыпали кирпичами и все, слава богу, воду дали. Представим такую ситуацию. Ребенок, оставленный без присмотра родителей, решил подойти и рассмотреть эту яму поближе. Стоит только догадываться, какими будут последствия. Нам остается только надеяться, что проблему ликвидируют до того, как произойдет неприятный инцидент. А пока что пешеходам и автолюбителям стоит быть внимательнее. Анна Малистова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».